Повестка дня очередного заседания Кабинета Министров выдалась насыщенной. Первой темой обсуждения стал проект изменений в республиканский закон о выборах главы Чувашской Республики. Новый законопроект призван привнести нормативную базу Чувашской Республики в соответствии с федеральной. Закон Чувашской Республики о выборах главы дополняется новой статьей, которая предусматривает порядок и процедуру досрочного голосования. Так избирателю, который в день голосования по уважительной причине не сможет прибыть на свой избирательный участок, должна быть предоставлена возможность проголосовать досрочно. Открепительные удостоверения выдаваться не будут. Устанавливается запрет на принуждение депутатов, представительных органов муниципальных образований или избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований ставить свои подписи в поддержку кандидата на должность главы Чувашской Республики и на их вознаграждение за это в любой форме в процессе сбора таких подписей. Закон Чувашской Республики о выборах главы Чувашской Республики дополняется положением о том, что если при проверке подписей будет выявлено, что депутат представительного органа муниципального образования или избранный на муниципальных выборах глава муниципального образования поставил несколько подписей в поддержку одного и того же кандидата, то засчитывается только одна подпись. Председатель Государственного комитета Чуваши по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям отчитался о деятельности своего ведомства. Одним из направлений, которому сегодня необходима доработка, Вениамин Петров назвал реконструкцию системы оповещения. Она требует значительных финансовых вложений. Сегодня проектировщики ищут варианты снижения проектно-сметной стоимости. Для увеличения зоны покрытия информированного населения имеется соглашение с ведущими операторами сотовой связи, работающими на территории республики, о рассылке коротких СМС-сообщений об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций и первоочередных действиях. А также применяем средства связи территориальных органов МВД, МЧС России, Минздрав соцразвития, это скорая помощь и другие средства, чтобы довести информацию до населения. Будем следить, отслеживать, а вы своей командой, своей службой проводите работу надлежащим образом. В целом, если взять, улучшение есть. Поэтому это не работа отдельно органов власти ГКЧС, это работа всех служб, ведомств, которые эффективно должны взаимодействовать. У каждого есть план действий на определенный период времени. В случае возникновения какие-то чрезвычайные ситуации. Благодаря слаженной работе за последние пять лет более чем на 20% сократилось общее число пожаров. На водных объектах республики также отмечается сокращение количества происшествий почти на 40%. Анастасия Алексеева, Игорь Поручиков, Сергей Рябчиков, Республика.